Мирскому человеку непонятно, чем занимаются монахи в монастырях. А вот монаху непонятно, чем занимаются мирские люди в миру. Как можно прожить непрестанной спешки в суете, похотях и в глупых развлечениях, не веселящих душу. Некоторым подвижникам даже и монастырская жизнь кажется слишком суетной и слишком хлопотной. Они жаждут непрестанного уединения и разговора с Творцом. Есть великие и высокие души, для которых весь мир – это мусорная свалка. И только молитва распаляется в их душе, и ею желают они насыщаться. О такой жажде молитвенного общения с Богом говорит Псалом 41. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божием. Мы с вами простые люди, одеваемся в ткани и едим хлеб. Есть подвижники, которые и одеваются в слезы, и питаются слезами. Радостотворный плач, так высоко сказали о духовных слезах, знавшие по опыту, что это такое. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь», – говорит царь Давид в Псалме 41. Эти ветхозаветные слова Псалма, по сути, предвосхищают исполнение евангельской заповеди блаженства. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Говоря о том, что блаженны плачущие, Господь имеет в виду не тех, кто плачет от обиды или от материальной потери. Это люди, в душе которых разверзаются некие бездны слез, которые одновременно утешают человеческую душу и повергают ее в скорбь о своих грехах. Иногда мы плачем и проливаем потоки пустых слез, и не можем выдавить из себя ни одной слезинки, действительно покаянной, действительно духовной. «Быше слезы моя мне хлеб день и ночь, Негдар глаголотесе мне на всяк день, где есть Бог твой, Сия поминух из леях на мя душу мою, Яко пройду в место селения дивно, Даже до Дома Божия во гласе радования, Исповедования шума празднующего, Часто молящаяся душа сама с собой разговаривает. Это не потому, что подвижник выступил из ума, А потому, что он сам подбадривает себя, Сам беседует с собою, подвигая себя на новые молитвы. Вот и Давид разговаривает сам с собой. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Давид знает искушение подвижников. Одно из них, причем жесточайшее, это уныние, Сокрушающая душу тоска, мало кому известно, из живущих в миру. «Унывает во мне душа моя, посему я буду вспоминать о тебе», Говорит царь, «человек, заблудившийся в мироздании, Порвавший связь со своим создателем, Похож на пылинку или на озлобленного зверяка. А вот человек, который нашел путь к Богу И начал молиться, похож на царского собеседника. В нем разверзается некая глубокая бездна, Ничем и никем, кроме Господа Бога, ненасытимая. Об этом царь Давид говорит так. «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих». «Бездна человеческого сердца зовет бездну божественного всемогущества». Как и многие другие псалмы, этот псалом молитвенный, Подвижнический, я бы опять сказал, монашеский. Он заканчивается теми словами, которые мы уже слышали. Давид беседует с собою и сам себя взбадривает. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я и буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Слово «упование» на русский язык переводится как «надежда». Христос, надежда наша, согласно молитве «Упование мой отец, Прибежище мой сын, покровный Дух Святой». Это был 41-й псалом царя Давида. Дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч в саду божественных песен. В том саду, который никогда не вянет и не устает приносить плоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова